Либо, как в случае с телеканалом «Дождь», они в открытую покажут свое двойное дно в оценке каких-то явных событий. Удары Израиля по газе, по больницам в Газе, убийства ни в чем не поминных людей. Телеканал «Дождь» нам это освещает как право Израиля на самоворону. И прочее. Это огромное количество людей. Вы просто не представляете, сколько их, недовольных этим фильмом. Это люди, для которых Ельцин и 90-е — это как священная корова. В принципе, знаете, на самом деле это тема с тем, что кто-то вот в каких-то вопросах здраво мыслит, а в каких-то начинает явно моросить. Это такая беда людей. Мы из-за того, что кто-то хорошо, допустим, в соответствии с нашими убеждениями рассуждает, мы начинаем этого человека, прям его идеализировать. Чуть ли выводим его в культ, а потом, когда он раз что-то такое скажет, то, что нам не нравится, мы уже по привычке, мы начинаем принимать это, начинаем это оправдывать, чтобы он какую-либо дичь он нам не сказал. И эта проблема в том, что мы идеализируем людей. Нужно от этого отходить. Нужно очень быть осторожным с этим вопросом. Если кто-то что-то говорит здраво, надо понимать, что, возможно, сейчас он говорит здраво, это нам соответствует нашим убеждениям. Но, скорее всего, в каких-то вопросах это не будет соответствовать нашим убеждениям. Допустим, посмотрите на телеканал «Дождь». События, происходящие в Чечне, нарушение прав человека, какие-то кадыровские беспределы и так далее, освещение, позиция журналистов телеканала «Дождь». Все вроде бы соответствует тому, что нам нравится, чего мы хотим. Вторжение России в Украину, опять-таки, очень хорошо освещают, там, позиция, все соответствует тому, что мы ожидаем. Но, как только происходит газа, телеканал «Дождь» начинает, ну, проявляет двойные стандарты. Когда, например, удар по больнице, допустим, где там Чернигове, по какой-нибудь украинской гражданской инфраструктуре. Телеканал «Дождь» это освещает, как преступление, военное преступление, преступление против человечества. Удары Израиля по Гази, по больницам в Гази, убийство ни в чем не поминанных людей. Телеканал «Дождь» нам это освещает, как право Израиля на самооборону. Нам, даже когда они вынуждены говорить, что там вот погибли люди, что там был нанесен удар по больнице или по какому-нибудь гражданскому объекту, нам обязательно сначала начинают историю с того, что вот Хамас, нападение, по-любому нам должны в этом контексте это дать, чтобы мы, получив уже эту информацию, мы подумали, ну, ничего страшного, в принципе, пускай, понимаете? То есть мы должны изначально понимать, что любой человек, или там компания, телевидение, они где-то наши с ними взгляды разойдутся. Либо, как в случае с телеканалом «Дождь», аналистами телеканала «Дождь», они в открытую покажут там свое двойное дно в оценке каких-то явных событий. Так что не идеализируйте, в общем. Еще я не знаю, вы следите ли, вы за баталиями, которые развернулись в Твиттере, в бывшем Твиттере, нынешнем «Х», в связи с фильмом, выпущенным на канале Навального, Марии Певчих, о про 90-е, фильм называется «Предатели». Я его у себя в телеграм-канале репостнул, написав, что это отличная, очень крутая работа. Действительно, это крутая работа, я ее очень хорошо оцениваю. Я посмотрел этот фильм, и я считаю, что его должны посмотреть, ну, желательно, чтобы все посмотрели. Но смотрите, вы просто не представляете, какую-то волну хейта словили Мария Певчиха и там другие члены команды Навального, в том числе даже от собственных же коллег, тот же Милов, допустим, выступил с критикой этого фильма. Всякие журналисты, противостоящие сегодня путинскому режиму, освещающие преступления внутри России, освещающие преступления против украинцев, вот эти все люди выступили против этого фильма. Почему так происходит? Потому что 90-е и Борис Ельцин, а в этом фильме Борис Ельцин, по сути, назван предателем, и кучка олигархов, в тот момент окружавших Ельцина людей, они все названы предателями. А для вот этих вот журналистов, или тех, кто тогда при Ельцине разбогател наподобие Ходорковского, свои капиталы в то время сделали, журналисты, которые сейчас вещают, там, бывшие какие-нибудь журналисты Эхо и прочие, это огромное количество людей, вы просто не представляете, сколько их, недовольных этим фильмом. Это люди, для которых Ельцин и 90-е, это как священная корова. И они возмутились, мол, ничего себе, Ельцина назвали предателем, коррупционером. Эту священную эпоху Ельцина подвергли критике. Понимаете, у них просто бомбит. А для нас, мы, для нас-то с вами Ельцин, и именно этот период, это ведь самый, это период самого серьезного преступления против нас. Ельцин, это ведь самый главный преступник против нас. Путин, это его детище. Путин в сравнении с Ельцином не такой, он столько, столько вреда нам, во-первых, не принес Путин. Во-вторых, это начал не Путин, понимаете, это начал Ельцин. И Путин всего лишь его продолжение. То есть для нас этот фильм, в нем не было ничего удивительного. Он был вполне понятный. То есть некая база, в которой у нас Ельцин, это преступник, это мразь. Все, кто был тогда с ним вместе, все, кто участвовал в этом, все, кто был за войну в Чечне, все, кто его окружали, все, кто ему помогали выиграть третий выбор, для нас все они тоже мрази. И поэтому фильм Певчих о том, что они предатели, для нас ничего нового не открыл. Мы посмотрели, поставили лайк, сказали, отлично, наконец-таки кто-то об этом заговорил. А те, для которых это священная корова, Ельцин им дал свободу, они благодаря Ельцину стали, там у них появилась возможность открыть свои радиостанции, работать с журналистами, говорить что-то, чего нельзя было говорить без советской власти. Для них это такой святой человек. И раз, команда Навального его раскритиковала. И у них сейчас просто нереально бомбит по этому поводу. И интересно вообще наблюдать за этими баталиями. Там должны быть еще серии. Они обещают каждую неделю, по-моему, их выкладывать. Но будем смотреть. Если мне это понравится, я это также репостну, чтобы вы тоже могли увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok